Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 931. События дня. Сирахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 4 июля 2017 года. Ну, деревня, 20 дворов нету даже, 10 возьмем дворов. Какие тут события? События идут своим чередом, да такие, которых и в городе не найдешь. Приезжают гости. Галендухин приехал. С вечера Андрей Устин приготовил машину нашу, Газель, поехать. Ждем. Звонок. Сломалась машина. Что-то там вода подает насос, температура поднимается. Позвонил Устинову Леша, брата своему. Тот поехал на машине. Встретили Галендухину и мать с двумя ребятишками. Того четверо. Ну, он волоком натащил до первого мостика, а дальше поднять выше не может. Ну, я уже поехал на встречу на велосипеде. А они что решили? Тут на первом мостике только перетащил через... Ну, там вода течет. Все у нас хорошо сделано, как горная река. И теперь он поехал за своей машиной. Тоже как Газель, но брезентовый тент такой накрытый. Ну, я говорю, я поехал там, а то машина брошена, едут мимо люди и мало ли что там будет. Ну, поехал. А они здесь. Я говорю, вы не торопитесь только, поешьте, позавтракайте. Они приехали, а там Анфиса пасет коров овечек. Я тут велосипед там убрал с дороги, стояла у меня, и она прогнала. А я увидел впервые, что там весной, разговор шел, я не слышал. Вода не могла пойти по руслу, потому что застыло все льдом. И она, ну, вода на пор пошел, она на две стороны поднялась, там, на метр больше. И начала смывать дамбу, дорогу самую, так называют, не дамбу, а дорогу. И увидел я там прорву. И как-то до центра не дошло. Там, наверное, проломило посередке. Ничего нельзя сделать, хоть взрывные устройства ставь. Гляжу, камни большие провалились туда, замыто. Но я стал таскать тогда камни, сколько есть здесь, как бы укрепляя. Ну, они приехали за машиной, я за ними увязался. По-хорошему все, и сказал своим. Гости, которые приехали, им уже работу дают. А я узнал, это нарушение устава. У нас кто ехал ночью, то до обеда они могут спать, отдыхать. А после обеда дети так и так отдыхают, а взрослые, ну, где какая работа будет. Да никакой не нашелся работы, там купались. А ребятишечки-то маленькие, совсем как дошкольники такие, и мама с ними. Я не знал сначала, что это мама, Ольга, звать ее. Она тоже на работу. Я остановил, вернул и ложись спать. Иди, выспись, чтобы после обеда ты была полноценным. А после обеда ничего нет, они тоже пошли купаться, собрали девочек, женщины. Ну, день такой хороший, дождя не было. Вот. А я этим сказал, мы тогда идем до... Воля, Олег, до спать, приезжая. Одну дома не оставишь. Кого оставлять? Вот выбор здесь. Волк, овса и сено. Как через реку перевозить, загадка. Так и я здесь. Девочку оставить, она сама такая же. Ну, подвержена нападкам и как угодно. Тогда оставляю Нестера. А потом подумал, там работы немного у нас. Я решил и Марину оставить-то. Ну, я внешне так посмотрел немного. Оказалось, много работы там, много. Глины нету, подвозить надо было все на тележке. Ну, поехали. Ну, что, легкое. Четыре мешка соломы набрали, соманить там. Ну, и разбирали, инструмент набрали. Ну, хорошо получилось. Мы уже до 20 часа, в третьем только вернулись. А дорога ехал, впереди их на велосипеде, а они тележку гонят сюда. На двух колесах. Увидел цветы такие, решил заснять с ними вместе, когда они подойдут, подождал. И вот события. Там фотографировались, тоже снимали. Посторонний человек проезжал. Можно проехать? Мы говорим, ну, каменистое тут написано. Да я уже ездил. Видите, уже радостно, что наш труд недаром в объезд. Это намного дальше. Вот сегодня сейчас, в данный момент, вот сейчас, там Екатерина Голубев, с ней еще сестры едут. И Сергей Пупков везет. Он прямо в аэропорту их встречает и везет. А куда ехать? В обход через туда Корчино? Я не знаю, насколько это достоверно, верно. Но я посчитал по километражу. Получается, не на 15-20, а на 75 километров дальше. Ну, может быть, не совсем точно что-то. Но, во всяком случае, я вот так. Ехать надо по трассе Мамонтова. Там направо сворачивает за Буканкой где-то элеватор Корчино. На него это все в объезда. Такая петля. И от Корчино сюда уже 15 километров. Так что, ну, далеко. Намного-намного дальше. Сегодня он как раз позвонил. Я Сергею, где едешь? 73-й километр Барнол Мамонтова. Тут сворачивать надо. На Потеряевку, там, 16 километров от трассы. А то уже забота проедет, не проедет. Застрянет, не застрянет. Встречать. Батюшке позвонил, Барабашу. И как? Я говорю, смотри сам теперь там на месте. Дождя не было. Машинешка-то такая, одна ведущая. Вот наша «Газель», как Виктор Савченко всегда говорил, говорит, как танк идет. Ну, что сделаешь? Не у всех такие возможности такую машину приобрести. Ну, теперь не знаю, там, что он с ней делает. И вот вчера встретили гостей. А на пятой, на сегодня, вот, везут из аэропорта. На шестое тоже назначено. А там все подготовка уже. Суббота, воскресенье. Воскресенье – крещение. Кто готовится? А еще не крещен. Не помнит, крещено, не крещено. Будет у нас в пруду, в озере. Вот. Вчера мы с Володей взяли снова сажень и примерно, где надо углублять, замерили пруд. Получилось 40 метров по дамбе и 100 метров так. Вот и считай поверхность. Сколько и почем, сколько кубометров будет, на какую глубину. Вот здесь у нас не получилось. Очень много запросили. У нас и денег таких нет. Переписка, считай, почти закончена. Андрей Алексеевич. Я вчера считал, как у нас тут, какие переписки были. Все это остается. А недруги наши лютуют вокруг. Сделать еще не могут. Всячески подкрадываются со всех сторон. Злобные-злобные такие комментарии пишут. Матершинные. Притом, еще там плохого-то нет. Нет. А дети, рабы, там, а везут солому. Везут четвером. Ну, смешно даже. Они тоже бегают, играют, прыгают. То есть, бездельниками расти, а другой, вот готовьте нам секс-индустрию. Вот они, для чего им нужно это. А у нас не такие. У нас дети учатся работать. А работать – это почтение к старшим, к родителям. В поте лица есть хлеб свой. Это жизнь. Другого нигде не боясь секс-индустрия. Безбожники. Суда Божие не ожидают. И поэтому вот всякую пакость, говорят, и вот, подкрадываются прямо со всех сторон. Которые не касаются их никак. Выискивают что-то не то. Где-то кто-то как-то сказал. На лжи все основано. Писание нам говорит, как поступать. В Святой Библии мы находим ответ на все. Как правильно защинаться человеку, как рождаться, как жить, чем питаться. Библия Святая все подробно описывает. Все. И вот у нас так день-то и вшарашенный день. Событий таких нет. Я материал новый нашел. Попали газеты старые. Вот. Вечерний Барнаул. И вот я кавычки открываю. В середине апреля в Алтайском государственном университете прошел круглый стол с мудреным названием «Взаимодействие органов государственной власти и религиозных объединений по формированию толерантного сознания в межконфессиональных отношениях». Кавычки закрыты. Вот такое. Так обозначил тему организатор. Кафедра теологии факультета политических наук Алтайского государственного университета. По реестру Минюста в Алтайском крае зарегистрировано 263 религиозные организации, объединенные в 23 группы. Старост. Ну, тут кавычки, тут пропуск. Все, кто говорил. Староста Крестово-Движенской общины РПЦЗ. Русская православная церковь за границей. Игнатий Лапкин высказал свое неудовольствие. Как иностранным словом «толерантность», так и русским словом «терпимость». По его мнению, слово «терпимость» в России употреблялось только в значении «дом терпимости». В Библии нет такого слова, а для христиан это основная книга. «Откровение Божие в конечной инстанции», – заверил Игнатий Тихонович. «За всю историю православия было семь вселенских и девять поместных соборов. Но нигде ни о какой терпимости речь не шла. О терпении – да. Я должен терпеть жену, какой бы ни был у нее характер. Должен терпеть и воспитывать детей, сколько бы их у меня ни было. А слово «терпимость» – мирское слово, ради которого нас не надо было и собирать. Нужно жить по Евангелию. Вот так. Вот и сбивают меня с толку. Сейчас я маленько откликнусь. Говори. А. Ну, говори. Чего хотел? Ну, слышу. А, Лёшка едет в Барбару, как проверь, надо с ним святки сдержать. Кто едет? Олежка, Олежка, Олежка. Да какая-то. Я не знаю, что вы едете, как проверьте. Сергей уже едет с ними, с гостями. И мы, говорит, на 73-м километре свернем. А. Ну, они встретятся там. Проход, говорит, есть, сказал кто-то. Ну, всё, да, ладно. С Богом, благодарю. Благодарю. Да батюшка звонит. Утро созванивались. Если дождь был, то прохода нет. Ну, был или не было. Дождь иногда полосой идёт. Тут нет, а там есть. Тем более, у Сергея машина слабенькая такая, одна ведущая. Ну, не знаю. Жить надо по Евангелию. Это я всё сказал там. Довольно такое высокое, или как назвать, много разных представителей, организаций, силовых структур. Там всегда было. Мы должны людям говорить правду, жить мирно и помогать друг другу. Но в вопросах веры у христиан абсолютно не принятие лжи. Наши святые страдали и умирали за это. У нас каноническое правило с еретиками молиться нельзя. Ну, то есть, с еретиками, ну, и когда они говорят, надо добавить, когда они идут против Святой Троицы и прочее. Не просто так. Если я очень нас считаю, это и наша молитва тут. Дальше пишут они, сказал, как отрубил, после чего покинул зал. Ну, так всё и было. Ну, а что там сидеть зря? Там всяких еретиков набрали. Вот так. Ну, был ещё камушек обвинений в экстремизме и терроризме. В огород мусульман. Это всё под кавычками камушек и экстремизм. Его бросил щтец Крестовозвиженской общины РПЦЗ Игорь Дымунов. Кстати, делегация РПЦЗ была самой активной частью круглого стола. К тому же, самой многочисленной. Кроме того, Игорь Владимирович призвал к покаянию московскую патриархию за то, что и священники благословляют армию и солдат на войну. То есть, на защиту Отечества. Виктор Зубенко, Вечерний Барнаул, номер 63, 1986, 29 апреля 2004 года, 14 лет назад. Страница вторая. Город Социум. Фото с надписью Игнатия Лапкина на первом плане. Всё же хлопнул дверью. С терроризмами молиться нельзя. Вот такая статья была в газете. Она у меня попала, эта статья. Вот я решил её озвучить. Вот. И вот ещё одно. В Потеряевку вернулись Потеряевы. Домой и ссылки через 72 года. Самая известная в крае бывшая заброшенная деревня Потеряевка. Сколько о ней писано, переписано. Напомню, если кто забыл. Деревня Потеряевка Мамонтовского района расположена в 15 километров от Корчино. Основа в 1818 году кержаками из Рязанской губернии в конце 70-х годов 20 века. Она разделила судьбу всех неперспективных кавычках деревень. 21 тысяча, говорит, уничтожена и 10 наладом дышат. Умышленно уничтожается. Но для Потеряевки в мае 1991 года жизнь началась по новому кругу, когда сюда вернулись братья Лапкины и Аким и Игнатий, некогда жившие здесь до 1972 года. Сейчас в деревне 16 домов и около 50 жителей. Община русско-православная церковь за рубежом. В конце 90-х годов сюда пришло письмо из далекого Нарымского края. Добрый день, отец Аким, мир вам! Недавно из газеты «Русь державная» узнали о ваших делах. Считали от радости, плакали, что Потеряевка, наша Родина, вновь оживает. Столько лет прошло, но Господь сподобил вновь соприкоснуться с родным гнездышком. Много тут многоточия, тут большая статья. Я Евдокия Титовна, урожденная Рыжкова, а теперь на Потеряева. А муж мой, Иван Ефантьевич Потеряев. Мы еще живы. Мы молодыми были, когда нас раскулачивали. Мы, Рыжковы, жили в одноэтажном брусовом доме, занимались хлебопашеством. Имели три двора. В одном находились машины, сенокосилка, жадкая самосброска, молотилка, велка, бороны, два плуга, телега. Второй двор занимал скот, четыре коня, выездной конь с полной упряжкой, три коровы. Были вовсе бараны, куры, утки. Третий двор был предназначен для приезжающих гостей. На берегу Рыжковского пруда была баня, кузница, мельница. Амбары стояли против двора. Все конфисковано в 1930 году. Вот это переселение, слово «каторга» у Солженицына в архипелаге «ГУЛАГ» подробно описано. Слово сказать, я считаю книгу «Архипелаг ГУЛАГ» книгой тысячелетия, не столетия. Равно ей просто нету. Труд такой положили. Все описано, как есть. И только недруги, только злы не могут против этой книги самого Александра Исаевича воевать. Отца забрали в тюрьму, а нас увозили на подводах до Ребрихи, с железнодорожной станции. Конца края не было тянувшимся по дороге обозом. Расставание с родной землей – это страшная минута. Если бы Господь не укреплял, не давал силы, то никто бы не выдержал той разлуки. Из потерявки было выслано семь семей. Рыжковы, Карелины, Скоковы, Потеряевы, Кубасовы, Шахурины. С баржи нас выгрузили в дикой тайге на голый берег. Это вот Новикова, Конева. Мария Евлампевна подробно рассказывала. Я тогда записывал репрессированных, сосланных всех, искал таких. И потом меня судили за это. Разговор с Марией Евлампевной, такое воспоминание. Как их выгрузили, и как мёрли, и как могилу по нескольку человек. С баржи нас выгрузили в дикой тайге на голый берег. Очень скоро люди стали сильно умирать. Иногда хоронили всех в одну могилу. Тела ложили друг на друга, некому было рыть могилы. Такие все ходили ослабленные. Потеряй бога, полагайте, но мы, девочки, хоронили сами. И могилку рыли, и несли. Пережили мы многое. В мае 1998 года Евдокия Титовна с сыном посетила родные места. Как говорит Игнатий Лапкин, она настолько добрая бабушка, ей 84 года. Но в ней такой неистеребимый дух живущести и трудолюбия, что она и наших молодых поможет. Её спрашивают. Тётя Дуся, а бывает, что ты устаёшь? Бывает. Тогда я сажусь и вяжу носки. Я к ней после этого заезжал, спустя года. Ей больше ста лет было. Очень и очень добрая. Только об одном она тогда пожалела, что верхом на коне не прокатилась. А так, как маленькая девчонка и на качелях, и в лагере с детишками, везде побывала. Прошло 4 года. За это время Потеряевы решились-таки перебраться в родную деревню. И в воскресенье, 19 мая, четверо переселенцев прибыли в Барнаул. Это Евдокия Титовна, её сын Геннадий Иванович, почти слепой. Её внук, племянник Геннадий Иванович, Евгений, почти не слышит. И даже парализованного Ивана Нефантьевича Потеряева с собой привезли, которому уже 86 лет. Его буквально несли на руках. По словам Игнатия Лапкина, в Потеряевке переселенцам уже приготовили дом. Их будут кормить. А в субботу им как раз и огород вспахали. Да, так и было. Вот интересно. Даже вот он, Геннадий Иванович, сын её, такой был забознательный, работал в кружке. Там паяли, приёмники разные делали. И кто-то подожил там взрыватель какой-то. И он-то не зная этого, так ну, он рванул, а глаз ему вырвало сразу. И вот он с одним глазом, другой повреждённый, в школе ещё, в кружке. Кавычка. Это, конечно, не очень значительное событие, но и не рядовое, чтобы люди в таком возрасте ринулись на пустырь. Это божественная тяга к родине. И их приезд для нас как знамение. Иван Ефантьевич, это наше благословение. И опять Виктор Зубенко. Это в вечернем Барнауле 24 мая 2002 года, страница 2, номер 74, 1601. А с вашей мамой и отцом мы когда-то дружили в детстве. Простите за беспокойство. Спаси Господи вас и всю вашу православную общину, цветник духовности и чистоты. Сделан ещё один шаг к спасению нашей многострадальной России. Теперь летят из маленькой забытой всеми потеряевки слёзные молитвы ко Господу за всех нас. И слава Богу за всё, и за скорбь, и за радость. Господи, помилуй нас, грешных. Дай нам сил и терпения. С низким поклоном Иван Ефантьевич Потеряев и вдохе Титана Потеряева, Рыжкова. Посткриптум. Душа неспокойна всё-таки. Иван Ефантьевича, дорогу-то по Теряевке уже не одолеть. Старый стал, а он совсем слепой был. Что у него было, где-то он работал тоже, осколок отлетел, глаз выбило. А я, пожалуй, вместе с сыном приеду показать ему нашу Родину. Пусть знает. Бог ведает, может, и захочет он там остаться. Вёрсты от 4 марта 2000 года. Дальше. Деревня Потеряевка собирает Потеряевых и приглашает на жительство тех, кто не курит, не пьёт и умеет трудиться. Вот интересно как. Первый зловещий гром над зажиточной деревней Потеряевкой грямов в 1930 году. Семь семей раскулачили, отправили по этапу. Их, собственно, добротные дома из бруса, амбары с зерном, скот, селки-велки. Одежда стали общественной. По долгой дороге в товарных вагонах, на баржах, пешком, многие из раскулаченных нашли своё последнее пристанище. Оставшиеся в живых Потеряевце дошли до последнего пункта своего изгнания, глухой тайги на севере Томской губернии. Рыли в мёрзной земле землянки и вспоминали о своей деревне. Доведётся ли вернуться? Второй гром грянул над почти обезлюдившей Потеряевкой в 1971 году. Когда рассказываем о событиях в прошедшем времени, тут много пропусков, трудности начального этапа вроде бы не вспоминаются. А их, ох, как было много! Недавно пришло письмо из Томской области, бывшего места ссылки Потеряевских христиан, Ивана Нефантьевича Потеряева, который в годы раскулачивания был юношей, пишет вместе с женой Эдакией Титовной. Плакали от радости, когда получили весточку из Потеряевки. Господь сподобился прикоснуться с родным гнёздышком, хоть через письмо. Ждём вас, Потеряевы, в родной деревне. Это уже пишет Российская газета, учредитель правительства Российской Федерации. 22 апреля 1998 года. Номер 78, страница 2. Вот сколько добавляем к этому. Ну, что сказать. Посмотреть ресурсы событий. Я несколько раз в день стараюсь заходить, проверяю, тут какие письма идут. Вот мой мир, очень люблю его. Удобный, богатый. Ну и есть у нас тут ленточный православный форум Игнатия Лапкина. 1607. 1607.